Всем привет, с вами как всегда Бучки, мы продолжаем проходить наш любимый стонблок 2. О да, ну вы слышите уже эти звуки, можете догадаться, что там. А там моба ферма, да, за кадром я её переделал немножко. Ай, я сделал такую сортировочку, она в принципе-то простая, тут наши сундочки копятся, вон уже. 143 камон лут крейта обычных, и уже 25 глиняных, и один легендарный диетепика. Вот так вот, значит, это всё работает, тут у меня какая-то такая мусорка. Я не знаю, как убирать лишнее, поэтому я сделал опять же через такую мусорку. Такая же схема у меня была на первом стонблоке. Вот, тут у нас уже 70 эндер-жемчуга есть. Отличненько, там что у нас? Там у нас предмет какой-то валяется. А, это опыт был, ну ладно. В общем-то, ой, 98 уровень, ничего себе. А, тут у нас, по-моему, ничего так сильно не изменилось. Идём дальше, и заходим в нашу главную комнату. Сразу же видим, новая комната появилась, это коровы. Развёл я очень много коров, ну для себя, в принципе. Для меня это очень много, я потратил очень много времени на этих коров. Итак, вот она, розовая слизь. Теперь мы можем сделать каменные заводы и сразу же уже делать гравий или землю, или песок. Также вывёл крут, стил, какую-то корову. Эта корова, нам пригодятся вот эти слитки в эндрайо. Из них мы можем делать провода. Они пригодятся при крафте проводов энергетических, которые самые лёгкие. Может быть, ими и воспользуемся. Тут у нас сушёные кирпичи, стингер-констракты. Здесь у нас, по идее, уголь. Да, я вывел угольную коровку, теперь у нас есть уголёк. Тут у нас синяя слизь, просто слизь, терракота, железо и сталь. Также я вывел корову тёмной стали и ещё много чего. Вот, они, значит, все мои коровки. Тут расплавленное железо, расплавленная сталь, синяя слизь. Вот, тёмная сталь. И ещё раз жжёный уголь. Тут также у нас есть фиолетовая слизь, расплавленный камень, железо, железо, уголь, обсидиан, обсидиан, расплавленная глина, молоко. И тут ещё два свободных места. Так что вот так вот я занялся крафтами этих коров. Вот сделал большую часть. На разведение вот этих коров, вот так вот, у меня ушло больше четырёх часов. Я просто в ужасе. Блин, что будет дальше, причём, получается, какие-то коровы сначала падали с первого раза, например, блууслайм, обсидиан, глина и уголь разжжёный. То все остальные падают вообще с малым шансом. Например, когда я делал, сейчас скажу что, крут стил корову, мне несколько раз падал ржёный камень и глина. Из-за этого у меня глиных коров было очень много, и я их просто убивал. И так же со всеми остальными. Также я, чтобы не терять время, вот это вот сегодня выращивать, это меня просто выбесило. Я поставил три сада клаше. Да, скрафтил их, конечно же. И поставил три сада клаше. Здесь у нас, значит, растёт пшеница. А здесь у нас инфериумные семена пятого уровня уже. И вот, значит, самая первая я в сад клаше посадил пшеницу, у нас её уже очень много. Три тысячи двести пшеницы и десять, грубо говоря, с половинкой семян. Это же вообще ужас, куда их так девать. Ну и 385 инфериумной эссенции, которая нам пригодится. Ну а здесь у нас пустой ящик, потому что сад один не занят. И костная мука. Да, кстати, вот отсюда нам нужно забрать костную муку. Нет, я, видимо, всё скинул. Итак, значит, нам ещё выпала максимальная печка из вот этих вот наград, из квестбука. Это же вообще офигенно. И ещё у меня есть 12 наград. Давайте их заберём. Что тут выпало-то интересное. Слиток пустого металла, томкрафт. Это, наверное, что-то жёстко. Вторая демоническая бочка. Драконье ядро. Шесть воронок. Чёрный лотос. Это неинтересно. 20-й итем коллектор. Это прикольненько. Сундук края. Основной конденсатора. Значит, сейчас я это всё скину по-быстренькому куда-нибудь. И продолжим. О, я, кстати, не заметил. И нам выпал 64КМЭ. Компонент хранения. А, кстати, ребят. Всем большое спасибо за ваши комментарии. Те, кто мне помогают. Пишут в комментах, что это да. И зачем вообще. Теперь мы знаем, что драконий сундук, драконьевый сундук, это сразу печка, верстак, ещё и большой сундук. Просто на овер дофига слотов. Но он за это потребляет 256 RF тик. Но ещё он работает как шалкер, если его сломать. Ну да, прикольненько. Спасибо вам. И те, кто написали, что биомаркер, его нужно засунуть в карьер края из этого же мода. Спасибо. И то есть он будет добывать руды вот в этом именно биоме. То есть в аду. Отличненько. Что у нас тут ещё есть интересненькое, интересно. Воображаемый блок. Вот, напишите, пожалуйста, зачем он нужен. Я не знаю. Это, кстати, выпали шанс кубы. Не знаю, открывать их или нет. Напишите в комментариях, нужно или нет. Хотя, зачем комментарии. Ну, хотя в комментариях тоже можете написать. В правом верхнем углу сейчас вылезла подсказка, открывать или нет. Нажмите. Итак, сделал я ещё себе обсидиановый аид. В нём оказывается 32 тысячи использований. Это же вообще много. Так, теперь нам нужно сделать завод камня. Именно завод камня. Чтобы нам по-быстренькому делать гравий и всякое такое. Так, что мы тут... Что нам тут надо, значит-то? Розовая слизь, она делается очень легко, оказывается. Машин-кейс. Рамка механизма. Что дешевле? Это, наверное, вот этот. Ну, хотя здесь Редстоуна много. А здесь стекло и олово. Хорошо. То есть нам понадобится железо, олово, медь возьмём, Редстоун. Редстоуна, кстати, мало. Надо будет мне, видимо, сходить покопать ещё всего это. Итак, завод камня. Что нам нужно? Это пластик. А, мы это ещё таки не сделаем, всё по-быстрому. Так, стоп. Как нам сделать пластик? Мгм, сухая резина, сухая резина, небольшой кусок резины. Это машина от Пут. Юнит производства латекса. Нам нужно сделать эту штучку. Нам, получается, ещё нужен извлекатель жидкости из дерева. Сделаем, наверное, штучки три, чтобы это всё было по-быстренькому. Где он? Я его опять потерял. Здесь, значит, временно поставим его. Ага, для начала нам понадобится вскопать здесь, здесь и здесь. Ещё как-то же воду нужно будет подавать. Оу. Ставим блок-разместитель сюда. Ага, в него дерево аж как-то подавать. Ух-ух-ух-ух-ух. Окей, нам всё-таки понадобится, видимо, бонсай-под. Хорошо, тут у нас он есть. Основной ящик. Потом взять где-то бревно. Вот тут есть бревно. Ещё нам понадобится ключик. И получается ещё вот эта трансфернода плоская. Итак, теперь мы ломаем вот эту штуку. Блок-разместитель, он нам не понадобится. Ставим сюда основной ящик. Кидаем в него дерево. Блокируем его. Ставим трансферноду. Отлично. Теперь ставим блок-разместитель. На блок-разместитель. Нет, мы тут ничего не делаем. Получается, ставим извлекатель дерева. Нет, как ты работаешь. Стоп, а как тебя тогда ставить? Здесь получается... А, да, их, видимо, вот так вот нужно ставить. Так. Тут мы не будем ничего делать. Блин, не туда поставил. И вот сюда. Отлично. Ага. Им энергия не нужна. И вот здесь мы уже должны будем поставить наш... Сверху. Юнит производства латекса. Итак. Значит, берем один маркер. Тыкаем. И подаем энергию этому блоку. Бежим к нашему... Узлу передачи. И тут как раз стало свободное место одно. По идее, энергия должна уже передаваться. Сейчас все проверим. Да, энергия есть, но почему-то... Всегда в кул. Вот. И теперь эти штуки тоже работают. Здесь мы, получается, сверху ставим бонсай под. На него кидаем земельку. И саженец дуба садим. По идее, эта штука должна работать. По идее. Но точно я не знаю. Ставим сюда юнит производства латекса. Отличненько. Кидаем на него жидкостные трубы. Получается, вот так вот все должно происходить. Нет, стоп. Давайте все, чтобы было по красоте, мы переставим его к нам лицом. Так, так и так. Получается, мы продавливаем сверху, чтобы именно в него поступала резина. И теперь нам нужно сюда подать как-то воду каким-то образом. Нам нужна, получается, вот эта вот штука. Умывальник раковины. Давайте заберем ее отсюда, потому что тут она уже не понадобится. Какой я хитрый. Ну так вот. Ставим ее, значит, здесь. Так, так и все. Нет, наоборот. Во. Отлично. Она работает. Вода поступает и... Блин, весь латекс забрал куда-то. Печально. Сейчас проверю. А, нам нужно еще и энергию подать. Берем один маркер. Тыкаем. Отлично. Бежим, значит, ставим его. Здесь у нас что есть? Это автонные реконструкторы. Разместитель. Сад калаше. Сад калаше. Воздух. Вот этот блок. Мы его заменяем на эту. Отлично. Производитель. Латекс готов. Теперь посмотрим, что у нас там. Вот, уже есть три небольших кусочка. Теперь нам осталось немножко подождать. Так, ну а теперь я поделюсь с вами проблемой, с которой я только что столкнулся. Во-первых, раковину я переместил сюда, потому что мне нужно было как-то автоматизировать выход этой резины куда-нибудь. Итак, значит, сделал я автоверстак из Реф Тулс. Первого тира. Это не сильно-то важно. Сначала он не хотел передавать верстак. Все, я поставил туда плоскую трансферноду. В итоге он стал передавать. Потом у меня возникла проблема, как подать энергию в этот верстак. Я такой, ну ладно, типа, сделаю, как обычно, через маркеры, через ту штуку из суслика. Все, сделал. И энергия все равно не поступала. Я такой, типа, чего потом посмотрел. Там энергия ФЕ, а здесь РФ. Именно РФ. Я такой, ну, может быть, из-за этого проблема. В итоге, сделал энерджи-батарею из интегрейтед динамика. Она кратится очень легко. Если она есть, то сейчас покажу. Вот. Кристаллизированный минрил чанг и блок минрила и редстоун блок. А минриловый саженец у нас вот здесь вот растет. Так что минрила у нас много. Вот, ладно. Такой, поставил впритык. Думаю, ну, по идее, так она должна передавать энергию. Окей. Она все равно не передает энергию. Я такой, хм, что же у нас может передавать еще энергию? Загуглил. Такой, смотрю. Точно. Кондуиты. А, нет. Я попробовал сначала трубы из термалки. И поставил сюда свинцовую трубу. Она тоже не передавала энергию. Я такой, типа, че? Ты че, серьезно, что ли? У меня никогда не было такой проблемы. Ну, я такой, ну, ок, че, ладно. В итоге. Такой, смотрю, ученый сможет передавать здесь еще энергию. Реф, я такой, думаю, нет, не получится. Пожалуй, пусть энергия какая-нибудь будет. В итоге. Вспомнил про эти кондуиты из эндро. И сделал. Крутый энерджикондуит. У нас вот эта штука выращивается, в принципе. Высушивается из коровы. А связывающий элемент делается очень легко. Вот. Ну, так сделал я это. И фигакси она заработала. Ну, так все. Значит, и к этому авторстыку я поставил еще, получается, выход в эндерсундук. Эндерсундук у нас с пометочкой, с оранжевой посередине. Он сразу передает в нашу печку. Вот в эту вот. Здесь я также настроил выходы. И на всякий случай поставил еще сюда трансферноду. Не знаю, будет ли это так работать или нет. Но она работает, и это мне нравится. Хорошо. Теперь у нас есть пластик. 11 пластика уже. Теперь нам нужно приступить делать наш завод камня. Вот. Завод. Камня. Значит, я сейчас по-быстренькому сделаю три штучки и вернусь к вам. Так, сделал я наши заводы и камня. Значит, ставим здесь, здесь и здесь. Теперь. Я не знаю, как насчет вывода. Так что я сразу же поставлю трансферноды. Потом ставим здесь основной ящик. Здесь и здесь. Здесь у нас, получается, будет происходить гравий. Гравий. Отлично. Все. Теперь у нас ферма гравия. Песка и даст-то есть. Давайте это все кинем, пусть просеивается. И вот это вот мы тоже отсюда гравий позабираем. Теперь нам не придется с ним мучиться, кстати. Да блин, я забыл заблокировать. Ой-ой-ой. Так, выключаем. И тебя тоже, по идее, нужно выключить. Always Active. Так. Даст. Здесь у нас есть песок один. Мы его сюда кидаем. Отсюда забираем гравий и кидаем снова даст. Теперь нашим ключиком блокируем эти сундучки, чтобы ничего не менялось. Все прекрасно. Теперь можем забрать уже отсюда и отсюда. По идее, эта штука тратит энергии совсем немножко. И блин, мне это нравится. Слушайте. Сколько она тратит? Она тратит 40 рэфтик. По идее, наше хранилище энергии не должно там кончаться. Его должно хватить. Нет. Все-таки оно потихоньку заканчивается. Значит, нам нужно улучшать эти лавы-генераторы, либо ставить их больше. Но этим мы уже займемся чуть позже. Ну что ж, ребятки. А на этом всем большое спасибо за просмотр. Спасибо вам большое за вашу помощь. Спасибо, что вы досмотрели именно до этого момента. И что именно вы рядом со мной. Ну а на этом всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.